Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также самое, когда мы явились в судебное заседание, выявилась та же самая оплошность прокурора и следователя в непредоставлении документов, которые легли в основу возбуждения уголовного дела в отношении Скендера. Судья также сделал замечание и перенес это заседание на сегодняшнее число, то есть 27 на 15.30. Получилось, что судья рассмотрел мою жалобу и вынес ожидаемое решение, он отказал в удовлетворении моей жалобы, сославшись на то, что она необоснованная. О чем просил также прокурор и следователь, они говорили о том, что эта жалоба необоснованная, однако мы считаем, что она обоснованная и говорим о том, что, во-первых, следователь Махнев не должен был применять уголовное законодательство РФ на данной территории, потому что в соответствии с международным законодательством и в частности последними резолюциями, начиная с 2014 года и заканчивая буквально последнее, 7 июля 2019 года, в связи с этим должны применяться нормы 4-й Женевской конвенции. Эскендер также заявил в судебном заседании об этом и сказал категорично, чтобы применяли именно эту конвенцию в отношении него. Однако все наши доводы были не услышаны и сославшись на УПК и на Конституцию, судья вынес ожидаемое решение. Это решение будет нами обжаловано в апелляционную инстанцию, соответственно, и в дальнейшем в Европейский суд по правам человека, где мы будем эти все доводы излагать и показывать несостоятельность принятого постановления. Также сегодня мной было в канцелярию суда Киевского района суда было представлено ходатайство о вынесении частного определения в отношении старшего следователя Махнёва и прокурора Корнеева. Это связано с тем, что в течение двух дней они не могли предоставить документы, в частности, и следователь не считал нужным приходить на это заседание. Видимо, для него уже очевидны все ответы и очевидны все постановления, которые принимают судьи, поэтому они не считают нужным. И в первый день, когда заседание было назначено 24 число, в частности, в 11.00, прокурор ввел себя таким образом, что он пытался сказать судье, что это же пустяковое дело, и быстренько примем сейчас решение и разойдемся. Однако судья это парировал и говорил, что я не могу рассматривать так, потому что мне нужны документы, которые легли в основу возбуждения уголовного дела. В частности, по здоровью моего доверителя Сульмана Фескендер Серверович на данный момент чувствует себя удовлетворительно. Однако у него есть хроническое заболевание, это язвенная болезнь желудка. И ухудшение условий содержания, в частности, питание, допустим, и невывод его на прогулки, еще какие-то другие обстоятельства, которые могут повлечь прогрессирование этой болезни хронической, нужно исключать. Соответственно, в следственном изоляторе все это обеспечить должным образом не получается и нельзя, поэтому Эскендер может, эта болезнь может в любой момент дать о себе знать. На данный момент состояние удовлетворительное, он не жалуется, передает всем селям большой, знает, что поддерживают, знает, что его семья не оставлена. В частности, это мама и папа, которые уже в преклонном возрасте находятся. Субтитры создавал DimaTorzok